всех приветствую дамы и господа это короче свлащенко как обычно подвожу короткие итоги недели мне кажется это очень правильный такой по нынешним временам формат потому что не у всех есть возможность слушать и считать все начну с того что на этой неделе было два программное интервью даже больше несколько интервью у нашего президента владимира зеленского и совершенно программное интервью за экономист генерала заложного то что главное можно вычтенить из этого интервью если кому если кому-то у кого-то есть время и кто-то знает язык но собственно говоря это не обязательно можно перевести часто легко делается автоматически вы можете прочитать я всегда советую если кто-то интересуется прочитать оригинал но если такой возможности нет то главное что можно выбрать из интервью зеленского это то что ну во первых он сказал в части так сказать в части над которой можно про которого можно пошутить что он сказал что он готов путину дайте в морду и вызывает вот так сказать на ринг у этой истории есть своя предыстория я думаю что эти зеленский знает что путина это такое знаете организованная спортивность у него это слабое место он все время хочет альфачом казаться у него есть проблема как рассказал мне в интервью белковский в детстве ему сломали нос на первой же тренировке он пошел на тренировку по боксу ему там сломали нос и это его настолько задело что даже родителям ничего не сказал он заявляет что но сросся сам не знаю сросся или не сросся действительно но такой эпизод его биографии был и вообще вот все что касается физически каких-то да там дел у него явно там пунктик потому что там на как там ню на лошади катается там бродит по тайге на стерхах катается видно что ему хочется чтобы его считали таким альфачом на самом деле он конечно просто извините трус и ничтожество потому что воюет с мирными людьми воюет с украиной и конечно сам на сам никогда в жизни ни с кем не выйдет он вообще уклоняется проблем как мы знаем помните его так сказать переход к власти начался с курска и он тогда спрятался там на несколько дней потому что не знала что говорить людям когда вышел не нашел ничего лучше сказать что там здесь собрались не жены утонувших моряков а когда он сказал тогда проститутки да ну собственно говоря это и был тогда его конфликт с даренко и даренко выгнали за то что тогда закон этим возмутился поэтому конечно еще тот перец он после херсона тоже скрылся когда взяли засову взяла херсон он тоже скрылся и тоже никак не комментировал там чуть ли не две недели это поэтому конечно на какой там ринг но серьезно совершенно а то что говорил зеленский в своих интервью это то что а война не закончится на границах 24 февраля 2022 года да война закончится когда мы возьмем крым и это конечно вот это очень важно и правильная история потому что да многие там переживают и в том числе западные обозреватели а как же путин на это отреагирует да честно говоря плевать путин у нас разрушил пол страны и как он отреагирует на то что мы будем забирать наши законные территории вообще никому не интересно и думать об этом нет никакого смысла путин должен думать как спасти ему жизнь и то вряд ли ему это поможет понимаешь понимаете поэтому тут только так это наша страна это наши территории и естественно то что мы бьемся за это это как бы не только наш святой долг да но и наши обязанности наши обязательства перед будущими поколениями которые будут жить в украине россии россии становится все более изолированы власти молдов ввели как мы знаем запрет на вещание пророссийских телеканалов речь идет прежде всего о каналах связанных с политиком илоном шором и запрет на вещание вводится с 19 декабря фактически уже введен и продлится до тех пор пока больше чрезвычайное положение так что все эти соловьевы скобеевы еще всякие прочие пропагандисты в молдаве вещать не будут и это приятно черт побери вот хочется представить найти их лицо сразу когда думаешь об этом вот поэтому слава богу мир для них становится сужается как шагринева кожа очень хотелось бы тут недавно симоньян хвастала что не знает как обходить запрет в германии других странах да потому что раша туда и например запрещена во многих странах я думаю что спецслужбы этих стран тоже прекрасно знают как они обходят запреты скоро им это не будет удаваться совершенно а что касается крыма да то администрация байдена убеждена что у вас у достаточно сил для освобождения крыма об этом говорят все инсайдеры вот об этом сообщает и американский телеканал nbc со ссылки на неназванных американских чиновников на высокопоставленных чиновников поэтому как мы видим настроение меняется раньше запад панически боялся того что мы начнем отвоевать крым теперь это уже постепенно принимается как нечто что ну есть обязательным условием победы украины что касается интервью валерия заложного генерал заложного то тут наверное одно из самых важных вещей это то что генерал заложный сказал главком сказал что возможно наступление россиян в феврале это важно он сказал что это может быть с любой стороны наименее наверное меньше всего шансов со стороны белоруссии на севере киева но он опять же не исключает он три сценария назвал ну и еще он сказал людям недостаточным там это относительно мобилизации но мне нужно новое оружие и прям назвал сколько нужно гаубит сколько нужно арты сколько нужно там самолетов и так далее ну то есть все названо и как мы знаем что заложный заслон карман не полезет поэтому одна из самых важных его цитат из этого интервью для журнала экономист повторяю самый важный опыт который мы имели которые практикуем почти к религию это то что россиян любых других врагов нужно убивать просто убивать и главное мы не должны бояться этого делать это делать это то что мы делаем знаете эти слова очень напоминают словам голдемер когда она говорила о том что у израильтян нет другого выхода да они могут отступить только в море также и у нас нет другого выхода а пришел как бы звери для того чтобы поглотить украину и у нас нет другого выхода как просто этого зверя уничтожить и тут конечно слова главкома можно понимать однозначно с этим согласен кстати из толсунберг который в начале войны был очень аккуратен своих выражениях генсек нато говорил о том что там а может быть как-то договориться начале войны а сейчас мы говорим что россия готовится к затяжной войне в украине а поддерживающие киев страны нато должны продолжать посадать оружие поддерживать украину материальной всеми другими способами поддерживать энергетику его там бюджетную сферу пока президент путин не поймет что не может победить на поле боя и пока не победит украина поэтому это тоже официальное интервью это тоже важная позиция главы нато она консолидирована и в этом не сомневаюсь поэтому если мы хотим знать что думает нато то господин столсенберг говорит об этом совершенно открытым вот поэтому все вот эти споры которые сейчас ведутся о том будет использовано тактическое ядерное оружие не будет они как раз упираются вот в эту общую позицию что касается того что владимир путин может использовать ну конечно может об этом говорит и ульям бёрнст директор цару он говорит о том что специалисты все очень обеспокоены вот потому что с одной стороны вроде бы как и не существует так много доказательств подготовки применения такого оружия но все же в россии есть арсенал тактического ядерного оружия с меньшей взрывной мощью чем бомбы которые там взрывались над хиросимой нагасаки во время второй мировой войны но они есть и поводом для такого беспокойства и такого предупреждения поступило следующее военной доктрине россии существует принцип эскалации для дезэскалации да которая предусматривает превентивный удар ядерным оружием они недавно это повторяли они недавно об этом говорили и конечно же естественно там мир следит за всеми этими делами любопытная была публикация в журнале о wall street journal да путин до начала войны как оказалось поручал рамзану кадырову убить президента украины владимир зеленского такое распоряжение от президента россии глава чечни получил в начале февраля 22 года за несколько недель до широкомасштабного вторжения вот об этом wall street journal со ссылкой на данной украинской разведки довольно подробно рассказывает да и именно эти подразделения там чеченские должны были взять киев буквально за несколько дней и должно было произойти то что они планировали но им это не удалось сделать вы знаете что произошло и в гостомеле в других местах поэтому естественно вот кстати говоря было показано журналом одно из видео вот так оно указалось распоряжение редакции там где один из высокопоставленных чеченских силовиков отчитывается мы начинаем движение более 1500 человек личного состава лучшие спецподразделения спецподразделения лучшие бойцы говорит он а это было 25 февраля когда они пошли украину на следующий день после начала войны так что солдатам кадырова так и не удалось взять под контроль украинскую столицу одну колонну бронетехники как мы знаем уничтожили на подступах киева две другие были вынуждены остановить наступление и ничего не получилось после провала этой операции кадыров по информации этого издания начал проводить чечне теневую мобилизацию вот и оплатил большие деньги за мобилизацию недавно как вы видели он даже открыл рот и там что-то рассказывал про то что там моя семья обеспечена у меня все есть у вас ничего нету обращался каким-то неведомым слушателем вот у вас нет ни денег ничего что он хотел этим сказать так и не понятно но тем не менее вот такой высокомерие до звучало в его словах 19 декабря путин понедельник поедет беларусь на переговор с лукашенко будет уламывать так сказать усатого наступить войну но я практически могу дать гарантию но не я я не являюсь военным экспертом мне кажется скажем так вот наверное лучше что лукашенко который мог выворачиваться все эти девять месяцев и сейчас точно вернется потому что сейчас для него не лучшее время начинать войну вот поэтому тут как бы он прекрасно знает какие военные преступления совершает россия здесь и конечно ему не хочется пристраиваться в ту же колонну хотя так или иначе он все равно является военным преступником что касается военных преступлений россии о которых мы уже говорили то конечно же один из лидеров да там военных преступлений в россии это господин пригожин который у него уже там несколько десятков на его совести людей которые были расстреляны за отказ воевать там да там говорят порядка двух десятков десятков отказников об этом говорит один из командиров вагнера андрей медведев по его словам существует отдельное подразделение мэт которая занимается поиском и убийством сбежавших вагнеровцев мы знаем и людей которые были возвращены которые пострадали да по-прежнему какие-то сумасшедшие посты делает медведев более того этот человек дмитрий медведев имеется ввиду которого не возглавляют но является замом главы рэндбол россии бывший президент да и президенты сходят с ума иногда тоже вот но ведется человека этот как психически ненормальный возможно он хочет что мы думали что он психически ненормальный вот он написал огромный пост концептуальный где там перечислял что в украине должно быть уничтожено и судя по этому перечислению вот я смотрю должно быть уничтожено все любые войска любая военная техника любые объекты относящиеся к инфраструктурам военно-политическое руководство вооруженные силы других стран в общем тут перечень очень большой и повторяю такое ощущение что это пишет не совсем нормальный человек ну а депутат певцов да депутат госдумы которого мы все знаем по главной роли сериалу бандитский петербург многим старше 40 лет довелось этот сериал к сожалению посмотреть к сожалению потому что он воспевает по моему самое низменное что может быть человеческом обществе и певцов конечно заявил что сила русских в том что они умеют умирать и при том в больших количествах слушайте умирать в больших количествах когда сила нации в том что они умеют умирать в больших количествах вот этот культ смерти да культ саморазрушения которая есть как говорит мой друг Белковский у самого Путина и сейчас как круги по воде распространяется на всю российскую нацию слушайте но это страшно это страшно когда сила какой-то страны и людей этой страны не в том чтобы что-то построить не в том чтобы что-то создать не в том чтобы там я не знаю изобрести что-то новое сделать открытие в области науки написать прекрасные книги родить как можно больше детей нет не в этом сила сила в том чтобы умирать в больших количествах и здесь пожалуй можно было бы и остановиться на этом но все-таки одна из самых смешных ситуаций была на этой неделе на прошедшей неделе от несоставившейся Дуэль Гиркина и Соловьева поэтому конечно же жаба и гадюка тут сработали только так но их еще одна их подруга прокомментировала она сказала что Соловьев негодяй он же ни с кем не ходит Соловьев смелый только в своей студии где он гостям микрофоны приглушает если они с ним спорят помню как удивилась этому чудесному приему еще и Кидалова эх как же он клялся что если я приду к нему даст интервью проблема конечно во мне в том что я поверила клятвам Соловьева но очевидно же что он не просто подлец но и трус ну да конечно он подлец и трус потому что он не дал интервью Собчак отдал бы конечно был бы ни подлецом ни трусом ну чего что тут сказать знаете я сегодня прочитала пост одного из юзеров в фейсбуке который пишет о том что фейсбук с завидным постоянством напоминает каждому из нас о том что было там год назад в это время два года пять лет назад семь лет назад и я не знаю как вы но я согласилась в том что я я например практически равнодушно смотрю даже без ностальгии у меня не сжимается сердце на то что там было вот какие там были успехи какие были радости какое было что такое ощущение да что вот та жизнь действительно как Атлантида куда-то погрузилась и больше никогда не будет и наша задача сегодня думать о том что происходит сегодня наша задача победить и построить совершенно новый мир в котором мы будем сильными и который будет безопасным интересным и перспективным для наших детей вот какая наша задача на сегодня ну вот это были события основные события этой недели слава ЗСУ ребята слава Украине обязательно победим увидимся через неделю спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!